всем здравствуйте все привет всех поставьте плюсики ребята если меня слышно видно хорошо все привет привет я вам тоже машу из города новосибирск всем всем добрый вечер у нас уже вечер у вас наверное тоже сейчас две минуты поговорим в целом в общем организационном и затем начнем наш практический вебинар потому что сегодня наш вебинар носит наш вебинар носит практический характер ну вот и мы будем работать сегодня с графиками очень много в общем давно планировали сделать такой вебинар на самом деле чтобы он был практический на порисовать в общем то чем мы обычно и занимаемся вот но традиционно пять минуточек ждем когда люди у нас подключатся какой-то наверное организационный вопрос бывает пока хочу сказать что в новосибирске у нас замечательная погода потеплела у нас очень много снега обычно сейчас настало тепло и снег практически растаял ум не не везде но дорожки уже у нас сухие вот замечательно и так время у нас 2303 и в 2305 мы стартаем так люди подключаются всем привет добрый вечер всем конечно же доброго доброго вечера и так давайте будем наверное все таки начинать пара организационных моментов значит те вопросы которые будут возникать по мере того что я буду рассказывать и много буду показывать на своем экране я дам демонстрацию экрана вы задавайте вопросы вот тут верхнем в правом верхнем углу есть такой знак вопроса там можно написать вопросы и мне сегодня будет помогать отвечать на вопросы иван зинькович вот он здесь в чатике присутствует ваня поставь плюсик пожалуйста вот он наш иван ментор да вот он обладает огромным объемом информации о том что я буду рассказывать и поэтому на те вопросы которые он сможет ответить он ответит а те что не ответит я в конце вебинара обязательно вернусь к вопросам и на них отвечу и так давайте будем начинать еще раз меня зовут я представлюсь фололеев роман я из города новосибирска я частный трейдер из недавнего времени спикер в ттм академии и также автор курса по торговле фьючерсами которые кстати надо сказать в мае у нас будет стартовать и в рамках поддержки этого курса поддержки вообще развития торговли так скажем на фьючерсах мы с этого года с января начали вести канал по фьючерсам в которой мы выкладываем практическую информацию мы разбираем рынок вчерашнего дня прошедший и разбираем его по системе потому что у нас есть определенный взгляд определенная система и соответственно мы помещаем я туда помещаю эти скриншоты традиционно раз в месяц вот уже с января этого года мы встречаемся на таком вебинаре и делаем к подводим итог какой-то разбор полетов по торговле за январь и каждый раз мы это делали в разном формате где-то мы больше смотрели аналитики статистику торговли математику смотрели говорили о системе какие сделочки у нас были и так далее с учетом того что в апреле месяце к нам в канал присоединилось много новых людей этот вебинар я решил провести с показом наглядным то есть мы включим переключимся сейчас на графике на часовой график и я расскажу о той системе которую мы используем и покажу каким образом мы анализируем график смотрим на цену где мы видим возможности где в марте месяце были сделочки интересные зоны чему это все привело то есть по большому счету если кто-то в первый раз нас смотрит глядя на графики мои пояснения и как я переставляю эти уровни как я расчерчиваю график вы познакомитесь с нашим подходом и то как мы это делаем и в нашей системе да и во многих системах при торговле большое значение имеет да кто-то поставил огонь да спасибо я тоже поставлю в торговле фьючерсами да наверное только фьючерсами большое значение имеют ценовые уровни и в разных школах системах направления не важно в каком виде торгуются графики баровый график или свечной график практически везде есть понятие ценовых уровней поэтому и рассказ сегодняшний я буду тоже проводить показывая и рассказывая на примере этих уровней как я их расставляю так поехали давайте я буду переключаться думаю что уже все к нам подключились по крайней мере те кто ждали сейчас я дам демонстрацию экрана показать поделиться скрыть так я переключился на экран и теперь мне только лишь нужно понять плюсики поставьте что экран видно я начну кто-нибудь мне помогите все класс спасибо ребята и так все я переключаюсь я не вижу пока что ваши вопросы не отвлекаюсь сосредоточусь на графике и на пояснениях хорошо а затем вернусь назад и мы уже поговорим значит буду показывать этот баровый график кто не знаком значит вы видите ценовой график это бар вот и график состоит соответственно из комплекса бара значит торговой системе в той что мы продвигаем как мы анализируем рынок в левом верхнем углу видите наш инструмент это фьючерс на биткоин и таймфрейм один день то есть в каждом баре в одном баре зашифрован один день в торговой системе мы используем три таймфрейма то есть дневной график связку потом мельче график это часовой график то есть один бар один час и м5 пятиминутный график на котором мы уже и совершаем на пятиминутном графике сделал соответственно вы у меня на терминале видите три вкладочки раз два три то есть дневная вкладочка часовая вкладочка и м5 вкладочка часовой график как видите находится по середине по серединке и мы в дейтрейдинге я занимаюсь преимущественно дейтрейдингом мы используем связку это называется основная рабочая связка часового графика с м5 и вот сегодня мы будем анализировать преимущественно весь март месяц проанализируем используя часовой график но нам для начала для этого нам необходимо начать все-таки с дневного графика вот сейчас я нахожусь на вы видите график дневной что мне здесь нужно красной линии я отмечаю 28 февраля это откуда мы у соответственно месяц у нас стартовал соответственно мне нужно на старшем таймфрейме посмотреть куда у меня тенденции какие у меня есть уровни тенденции это характеристика волны я для себя отмечаю на дневном графике что у меня фаза баланса находится потому что рынок может быть или в фазе импульса или фазе баланса это два состояния рынка и у меня есть верхняя граница баланса есть нижняя граница баланса соответственно в начале марта цена подошла к верхней границе вот сюда это является так называемой зоной продаж соответственно переключаясь на часовой график я преимущественно буду искать и рассматривать от часового графика какие-то сделочки в шор вот я переключился на закладочку часового графика и соответственно один бар один час здесь будем все чертить и будем разбирать красная линия показывает мне 1 марта 1 час 1 марта но для того чтобы уменьшиться открывать начать график вправо и расставлять уровень и вообще что-то начать пояснять мне нет нам необходимо в начале разобраться немножко с графиком который слева ну и часто есть такое выражение что для того чтобы научиться в моменте понимать то что происходит на графике справа нужно вначале научиться на истории разбираться с графиком слева и соответственно будущее будущий график всегда вытекает или как бы берет свое начало с истории слева поэтому давайте с этого и начнем я буду наносить уровень соответственно я нанесу уровень который цена ближайший пробивала значит на часовом графике используем еще и понятие цветовой палитры я сейчас выровняю координаты я буду прям при вас все это делать чтобы стало понятным что значит работать с графиками и чертить уровни да кто не знает может быть а кто знает тот сверится как это он делает и буду пояснять то что делаем мы так клонирую значит используется цветовая гамма это красные уровни это уровни продаж зеленые уровни это уровни покупок я сейчас на этом не смогу подробно остановиться думаю ни к чему это лишняя информация по крайней мере для нашего вебинара лишнее сегодняшнего а вообще конечно на том курсе на котором мы проводим я подробно рассказываю все это мы изучаем как мы используем и так далее сейчас я построю вот у нас значит феврале месяце был баланс вот такой часовой цена стояла в нижней зоне у нас была попытка пробоя однако второй бар вернулся назад называется манипуляцией цена пошла на тест тест не удержали мы расширили уровень это у нас назывался уровень точки т2 а верхний уровень точки т1 так называем затем эти точки переросли в баланс и вот здесь было расширение соответственно с новой манипуляции и цена полетела вверх верхний уровень начну пробили бар реакции ушел вверх значит соответственно мы идентифицируем здесь пробой мы идентифицируем здесь что это у нас смена тенденции была на лонку волны зарождение и вот этот пробойный бар мы его называем в нашей системе джоком по нему тоже выставляем уровень надо в целом сказать что мы используем два типа уровней уровень строящиеся по бар по волне это первая группа уровней то есть волна куда-то идет вот вверх идет в бок идет вниз идет есть уровни строящиеся по волне а есть уровни строящиеся по барам по можно сказать по силовым баром да скажем так и так сейчас коллеги по силовым баром да так одну минуточку вот все не отвлекаюсь значит вот у нас начался здесь март месяц и на начало марта месяца для того чтобы мне понять куда ставить уровни у нас март начался я расставил определил фазу определил тенденцию определил ближайшие зоны уровня теперь начнем расставлять текущий уровень соответственно цена подошла к синему уровню это уровень дневного графика как мы с вами вот здесь на дневочке отметили вот здесь и в торговой системе и вообще в том что когда мы торгуем инструмент очень важная тема связь таймфрейма без нее в общем то никуда поэтому в течение марта марта интересен нам тем что пробегая сейчас график часовой мы затронем очень активно тему связь таймфрейма кто-то в первый раз услышит и возможно это будет немножко тяжеловато но я вам хочу сказать что это очень важная тема это очень редкая тема когда ее раскрывают и я давно занимаюсь торговлей ну наверное половина того времени который я торгую уже там годы я не знал этой темы и и и так не найдешь где-то поэтому даже если вам что-то непонятно все равно послушайте по крайней мере на заметочку возьмете некоторые вещи а кто в теме то для себя как бы что-то полезное тоже найдет и так волна или цена младшего таймфрейма пришла к уровню старшего таймфрейма соответственно это зона продаж нам необходимо начать искать продажи вот невзирая на то что рынок у нас идет вверх дело все в том что волна старшего таймфрейма будет ломать все младшие тянуть за собой рынок поэтому отсюда на дневном графике шли продажи соответственно мы концентрируемся на этом еще мы отмечаем что у нас вот этот бар на нем самый большой объем он можно сказать это у нас усилия в фазе импульса поэтому на основании этого бара мы поставим уровень покупок вот сюда его перенесем и будем ждать когда цена подойдет к одному из этих уровней да вот и здесь в трейдинге очень важно есть такой элемент нам приходится достаточно много ждать и это ну это реальность наша вот я сейчас быстро открываю рынок а как вы понимаете каждый бар один час и вот сколько времени ничего было делать на рынке нам нужно ждать когда цена или к этой уровне подойдет или сюда подойдет это еще одна из причин почему подобные разбор рынков подобные тренировки имеет большое значение потому что мы экономим здесь время и мы проделая такое упражнение как сейчас мы как бы тренируемся и на знание системы на понимание рынка и нам это экономит очень много нервов и в реальности появляется шанс начать действовать правильно вот соответственно цена делает попытку пробить мы видим плохой результат пробоя нам нужно обязательно ждать бар реакции всегда потому что пар реакции может быть хоть и вверх хоть вниз это будет принципиально менять картину это первое второе у нас ближайший уровень продаж или точка т1 в данном моменте была обновлена значит мы подтягиваем у нас определилась точка т2 вот он это минимум мы должны зеленый уровень сюда с вами подтянуть вот сюда вот бар реакции у нас закрылся вниз однако прошу прощения однако при закрытии бара для того чтобы здесь была манипуляция а мы ждем продажи потому что синий уровень это зона продаж старшего таймфрейма дневки и я соответственно мы ожидаем конструкции который рынок выстроить здесь шорт и мы должны ждать только шорт так вот бар реакции поскольку не опустила цена его за красный уровень такой иногда сленг используя не загнали этот бар за уровень то соответственно здесь такое пограничное закрытие такое часто на рынке бывает она нам не дает ясной картины что здесь происходит поэтому мы здесь не могли переключаться на младший таймфрейм и начинать искать продажи нам приходилось пропускать это место потому что было непонятно все таки манипуляция здесь или это пробой джог с тестом соответственно мы опять пропустили это место и дальше ждали когда цена подойдет к нашим ценовым уровнем соответственно красный уровень переносим на новую точку т1 а т2 остается там где она осталась и соответственно опять сидим ожидаем ждем когда цена подойдет к одному из наших уровней до 2 марта вот сколько ждать приходится вот вот цена подходит здесь у нас сформировалась уже фаза баланса это принципиально важно для нас вот потому что у рынка может быть два состояния или фаза импульс или фаза баланс а в чем принципиальность да в том что фазе импульса всегда одна сторона сильнее другой именно по этой причине рынок то и перемещается из точки а в точку б потому что или покупатели намного сильнее продавцов или продавцы намного сильнее покупателей именно поэтому рынок движется Когда рынок попадает в фазу баланса, он стоит почему в одном ценовом горизонте? Потому что силы, как говорится, равны здесь, да, и по этому причине никуда он не движется. Хорошо, значит у нас входящая тенденция на часовом графике была в шорт. Мы ее отображаем, эту тенденцию вот такой стрелочкой всегда. Давайте я ее нанесу сюда, у нас сбоку будет стоять. И на часовом графике все линии либо красного, либо зеленого цвета и тенденция в лонг, значит зеленая. Вот у нас закрылся здесь бар. Вот такая была манипуляция уровня. У нас вырос очень сильный объем. И вот этот бар, который пытался вначале пробить, а затем закрылся вот сюда вниз. Он называется однобарный аптраст. После этого бара мы, соответственно, могли переключаться на младший таймфрейм, на пятиминутную закладку и здесь искать конструкции, анализировать пятиминутную волну на предмет того, чтобы там сложилась рабочая конструкция, сложились свои точки входа. И мы, используя информацию о том, что у нас перевес вероятности на часовой волне уже в шорт, поскольку произошла вот эта манипуляция, мы бы уже искали конструкции в шорты. Но в марте месяце, это был так день, сейчас вам скажу какой день, это у нас 2 марта, переключаясь на пятиминутный таймфрейм, на этом участке не было никаких конструкций. Мы сейчас, я не буду сейчас нырять в пятиминутный график, потому что мы не вложимся в наши там полтора-два часа времени. Мы сейчас дойдем до тех мест, где у нас складывались конструкции. Я покажу эти места на часовом графике, мы их обсудим. А как они выглядели в реальности, вы можете все найти на нашем канале. Дело в том, что каждый день разбираем рынок и все сделочки, которые рынок нам дарит с оформлением, я выкладываю в этот канал. Поэтому те даты, те места, которые я буду показывать, вы можете себе пометить их и отлистать на канале, на нашем по фьючерсам эту дату и посмотреть на пятиминутном графике, как была оформлена эта сделочка и как там сложилась конструкция. А сейчас мы будем переставлять эти уровни. Второе, что нам не следует здесь сделать, когда цена коснулась верхнего уровня, нам необходимо пододвинуть уровень нижний вот сюда, нам нужно поднять его, да, часовой. Потому что по правилам у нас идет вот такое сужение. Дело в том, что когда волна идет вверх, у нас постоянно меняется амплитуда волны. И здесь нам нужен особый алгоритм с тем, чтобы чутко следовать за рынком, да, а не оставлять вот здесь вот уровень. Я про этот алгоритм, мы его знаем, те, кто учились или будут учиться у меня, да, и мы им активно пользуемся, не забываем. То есть переставлять уровни по волне. Соответственно, цена пришла в нижнюю точку. Здесь уже фаза баланса. Это зона покупок, часового графика. И, казалось бы, здесь можно было переключаться на 5-минутный график и искать конструкции в лон, потому что это зона покупок. Но мы этого не делали на проторговке и в реальности, потому что это зона продаж старшего таймфрейма. Дневного. Надеюсь, здесь я вас не запутаю, да. Рынок редко приходит к дневным уровням, но когда он приходит к дневным уровням, нам необходимо это учитывать и уважать. Потому что все уровни и зоны старшего таймфрейма, еще раз повторюсь, они будут тянуть за собой рынок и все младшие таймфреймы. И, невзирая на то, что здесь пошла снизу защита, мы это сознательно видим, мы пропускаем. Но, может быть, кто-то более агрессивные ребята бы торговали здесь в лон, переключаясь на 5-минутную графику. Я показываю некий консервативный подход и в канале, и здесь, поэтому просто мы находим это место. Соответственно, такое бывает. Цена подошла на усилии. Вот здесь вот, как мы это понимаем, у нас расширенный спред, бар закрылся при полном контроле продавца, у нас маленький хвостик, у нас вырос объем, как вы видите, да. Мы его сравниваем с двумя предыдущими, со следующим баром, мы понимаем, что это сильный подход на усилии. По этой причине, когда бар реакции у нас закрылся вверх, после этого пошел бар вниз и еще раз отманипулировали вот этой нижней границей. У нас вырос объем. Вот этот бар, который вот такой у нас в таком формате называется однобарный спринт моего. Соответственно, здесь бы активно люди искали покупки, но я еще раз говорю, я не в канале, не вот так рассказывая, я не рекомендую здесь искать, потому что здесь конфликт произошел со старшим таймфреймом. Ну, а вообще, как бы это место покупок. Соответственно, те, кто искали, они могли вот здесь вот, вот на этом движении вверх, которое состоялось после вот этой манипуляции однобарного движения. На часовом графике это кажется небольшим таким отрезком, а на пятиминутке здесь уже хватило бы взять цель. Потому что вот я вижу цена 43.300 до 44.100, это уже, соответственно, тут 700-800 пунктов. Это, ну, скажем так, на сленге жирная цель, хорошие проценты и там 6-7 процентов можно было бы к счету здесь сделать, да. Потому что я короткие сделочки делал. Но еще раз скажу, пропускали это место и не торговали. Здесь такой интересный момент возникает, связанный с тем, что мы применяем одну-вторую, почему цена вот дошла и пошла вниз, почему она до верхней границы не идет. Мы берем и смотрим часовой, так вот я вот сейчас возьму Fibonacci, кто-то мне задавал вопрос, использую ли я это Fibonacci или нет. И вот хочу показать, сейчас мы ее пролонгируем, да, видите, что насколько рынок техничен, насколько рынок, если правильно чертим, насколько он уважает. И вот я сколько черчу, до сих пор удивляюсь, там с кем-то с учениками работаю, всегда в некий восторг такой прихожу, насколько технично ходит рынок. И вот смотрите, тот факт, вот даже здесь, да, что мы вовремя вот с этой точки сюда подтянули уровень точки Т2, так называемый, да, мы понимаем алгоритм и делаем это вовремя, не задним числом, а как бы в моменте. То, соответственно, мы вот здесь вот нашли это место и вот эту манипуляцию ждали, если бы мы торговали, да, и была бы возможность вот тут зарабатывать, кто более агрессивен к рынку. Но мы бы обязательно натягивали бы вот так одну-вторую, потому что это зона продаж не в новой графике и понимали, что если даже в лонг мы работаем, то нам необходимо, чтобы цель уложилась до зоны одной-второй. Про зону одной-второй тоже на курсе, там подробно на вебинаре останавливаюсь и рассказываю, почему она работает. Сейчас я бы с удовольствием рассказал, но мы ни в какие рамки не впишемся. Но смотрите, вот практика как бы все расставляет на свое место, что работает, а что нет. Вот по каким-то волшебным причинам рынок поднялся четко, вот как будто его там магнитом притянули в одну-вторую и полетел в обратную сторону, правда? Вот, значит это просто работает. Это работает на ликвидных рынках и этим надо пользоваться. Вот, но этим знанием и этой информацией. Хорошо, цена пришла вот сюда, полетел рынок вниз и подходит цена, здесь если у нас был спринг, здесь у нас был тест этого спринга, а здесь цена подходит и тест не удерживается. Мы должны расширить границу нашего баланса, потому что для того, чтобы состоялся пробой, мы вот так вот расширяем. Вот так и рассматриваем уже, а этот уровень мы прекращаем его пролонгировать. Сейчас мы будем ускоряться с вами немножко. Я вначале чуть подробнее пытаюсь рассказать, дабы те люди, кто с нами в первый раз, они немножко... Вообще задумка этого канала, который у нас сейчас, когда мы будем проводить курс, то люди уже будут обучающиеся это знать и мы будем, как бы делая такие разборы, мы будем достаточно быстрее намного двигаться, да, чтобы вот так вот. Ну а сегодня у нас немножко поподробнее. Смотрите, значит, я расширяю. И, значит, есть некий алгоритм. Что значит алгоритм? Смотрите, произошел у нас пробой, у нас хороший результат пробоя, у нас объем, опорный бар совпадается с пробойным баром, этот бар брекендайсом называется. Мы обязательно ждем бар реакции, потому что если бар реакции не дождемся, у нас цена может вот так вот сделать, и у нас будет огромная манипуляция. Вместо этого мы дождались бар вниз, мы поняли, что это пробой, что это теперь смена тенденции в зоне продаж старшего дневного графика, и мы должны теперь искать точки входа все в шорты. Что, собственно говоря, мы и будем с вами сейчас делать. Сейчас мы отобразим нашу тенденцию на волне в шорт, и тенденцию в шорт отображаем красным, так, стрелочкой. Цвета все имеет значение. В трейдинге, как говорится, успех приходит к тому, и удача, кто соблюдает порядок, и успех в трейдинге, он кроется в мелочах. Не надо об этом забывать, и тогда будет все у нас в порядке. И еще один уровень мы выставляем по пробойному бару, это зона продаж для нас. Так вот, сейчас мы ее отобразим. Это зона продаж. Соответственно, мы будем ждать, когда цена, если придет в эту зону, мы теперь на шорты ищем, и будем искать точки входа в шорт. Пока бары все идут вниз, каждый бар вниз, спред вниз, мы ничего не делаем. Мы ждем первый бар вверх, когда закроется. Вот первый бар вверх закрылся. У нас появилась возможность поставить первый уровень в фазе импульса. А здесь фаза импульса, который называется уровень точки Т1. После пробоя вот здесь. Ну и еще мы можем вот здесь натянуть одну вторую. Вот отсюда вот так. На уровне 1-2 тоже может сложиться какая-то конструкция у нас. Значит, мы подходим к этой зоне. Цена не доходит до этой зоны глубоко. Ни до уровня продаж, ни до зоны 1-2. Соответственно, мы все это наблюдали. Не предпринимали никаких шагов. Хотя, смотрите, у нас уже какое 4 марта сложилось. Вообще, надо сказать, что в март месяц на рынке постоянно меняется ликвидность. Волатильность и направление. Три параметра. Это влияет на характер рынка, который есть. Март месяц, как вы понимаете, не буду распространяться, почему был особенным. Некоторые рынки вообще не работали. И, соответственно, на нашем рынке по факту это проявилось в том, что у нас было очень мало сделок по сравнению с обычными периодами. Я покажу вам потом эту сравнительную таблицу. В частности, всего 11 сделок. И поэтому я не удивляюсь здесь, что до 4 марта сделочек никаких нет. Потому что не надо пытаться насиловать рынок. Если сделки нам рынок не показывает, то нет никакой попытки усовершенствовать систему. Потому что нужно просто ждать свое. В результате цена пришла, обновила уровень точки Т1. У нас появился новый волнообразующий уровень, уровень точки Т2. Одна вторая здесь не сработала. Мы ее пока вот так в сторону уберем. Одну вторую, чтобы она нам не мешала. И просто дальше идем за рынком. Соответственно, ждем бар реакции. Бар реакции пробивает. Соответственно, мы понимаем, что у нас вот этот вот был пробой здесь этого уровня. Тенденция продолжается в шорт. Но на баре реакции, на втором, выскочил объем больше, чем на первом. Видите, вот. Другими словами, у нас вот этот бар как будто является опорным. То есть объем не совпадает с пробойным баром. Нам это о чем говорит? Нам это говорит о том, что сюда, может быть, стоит поставить вот такой вот уровень еще продаж. И от него посмотреть продажи. Мы ждем первый бар закрытый вверх. Вот бар закрылся вверх. Соответственно, мы обновляем точечку Т1 нашу в фазе импульса. Вот так вот. А точка Т1 это у нас уровень против нашей тенденции. Вот так сюда ставим. Сюда вот так ставим. Здесь цена делает не доход. Недоходы мы не торгуем. Мы, как говорится, у нас нервы железные. Мы не кидаемся на рынок. Вот. Так вот, да. И опять я примеряю одну вторую. Так вот ставлю сюда. Где эта зона? Эта зона здесь. Хорошо. Сидим дальше, ждем, что будет происходить. Опа. Вот. И дальше пролонгирую одну вторую. И вот мы дожидаемся, наконец-то, нашего часа, как говорится, XT. Цена подходит вот в эту зону продаж, которую мы поставили по основанию опорного бара. Вот сюда. В этот момент мы переключаемся, включаем пятиминутный график и начинаем следить за рынком на предмет того, чтобы там сложилось так называемое, у нас есть понятие рабочая конструкция. Там сложились свои уровни пятиминутные. Я вот черным цветом черчу здесь уровень, да. И у нас в этом месте появилась первая сделка, первая точка входа в шорт, которая была выложена. Вы ее найдете на, я уже как сказал, в канале найдете ее, да. Вот. Значит, и к чему она пришла? Привела. Эта точка входа привела к стопу. Кстати, надо сказать, там, порядок выставления стопов у стопа из две характеристики. Он должен быть обоснованный и допустимый. То есть за конструкцию всегда его ставим. Значит, я поставил за конструкцию этот стопик. Но такое бывает, да, к сожалению, для нас рынок все-таки вернулся и выбил этот стоп. И не хватило буквально там 20 или 25 пунктов, вот так на память, да. Поэтому здесь была первая убыточная сделка, которую мы получили. Вообще первая сделка за месяц. Вот. Затем рынок встал здесь на 5 минутки в баланс. И это место очень хорошее, потому что здесь совпалось у волны зона 1-2. Совпалось основание опорного бара. И на 5-минутном графике вот здесь, в этом месте еще сложилась фаза баланса. Когда мы переключились. И через какое-то время после стопа, здесь баланс расширился, вот в этом месте у нас появилась вторая прибыль, вторая точка входа. Мы в нее вошли, поставили точно так же стопик. Вот. И уже эта сделочка в шорт из зоны продаж старшего таймфрейма, она привела к прибыли. То есть рынок покатился, рынок повалился туда, куда мы его, собственно говоря, и ждали. Мы зафиксировали прибыль, потому что используем мы фиксацию прибыли 1-2 и движемся дальше. Так, все, одну вторую уберем, да. Соответственно, цена пришла вот сюда, к зеленому уровню, фазу баланса рынок уровень не удерживает. Мы расширяем эту границу. Так, расширяем. Так. Цена задевает уровень точки теперь этой Т1, у нас появляется уровень точки Т2. Все старые уровни нам не нужны, мы их снимаем, можно сказать, вот так в реальности, да, очищаем график, чтобы у нас был чистенький, нам не мешал. Тенденция у нас в шорт. Торговать по тенденции всегда легче, чем против тенденции, но, тем не менее, у нас периодически появляются контртрендовые сделки, так скажем. Вот эти две сделочки, они были, наоборот, трендовые. Вот здесь сделочка и вот здесь, да. Это было по тренду, то есть по тенденции часа. Хорошо, идем дальше. Дальше цена сделала попытку пробить наш уровень точки Т1. У нее отсутствует результат пробоя, но бар реакции вниз. Это нам говорит о том, что все-таки это пробой. Плохой, как бы мало сил у этого пробоя, но все-таки это пробой, а не манипуляция, тем более по тенденции. Соответственно, у нас есть точно так же мы отображаем уровень по основанию пробойного бара, он же опорный бар. Если цена туда вернется, будем, соответственно, в шорт торговать. Опять бар закрывается вверх, у нас появляется уровень точки Т1. Мы, соответственно, сюда ставим наш очередной часовой уровень, от которого могла бы случиться контртрендовая сделка. Будем смотреть, даст рынок или не даст. Но рынок ускоряется, прошивает, делает хороший результат пробоя, как вы видите. Вот опять ждем бар реакции, бар реакции вниз, то есть рынок все ниже уходит. График. График придется нам отлистать, потому что при переключении интернета он перегружает терминал. Трейдинг view. Ну ничего страшного, там все сохранилось на нем. Вот мы здесь закончили, да? Поэтому как бы рынок не петлял, как бы рынок не менял, там не развивался, там вниз, вверх, вниз, вверх, мы знаем, как строить наши уровни. И мы не будем бегать за рынком, мы просто будем как бы планомерно делать то, что мы знаем, что надо делать. Соответственно, это нас приводит стабильно к хорошему, положительному результату, о чем свидетельствует статистика. И годы-годы уже как бы работают на этом поприще, да? Так, продолжаем, все, интернет есть, замечательно, идем. Значит, соответственно, опять проверяю 1-2 Fibonacci, почему именно 0,5, это я на курсе рассказываю, прошу прощения. Сейчас просто мы не впишемся ни в какие сроки, мне все хочется рассказать, поделиться, но это просто физически невозможно. Значит, мы построили уровень вот по этому бару, потому что он является опорным, на нем самый большой объем. Вот на этом движении на последнем от точки Т2 к точке Т1, здесь у нас опорный бар. Не в пробойном, а здесь именно самый большой объем. Вот он. Поэтому уровень строится по опорному бару, соответственно, ожидаем цену туда. Прокручиваю чуть быстрее, потому что тут нечего просто ждать. Смотрите, насколько рынок завис. Люди неопытные, начинают сомневаться, может быть, в силах, а правильно ли я начертил, и пытаются вот в этой терке торговать. Ну, соответственно, называется или тихий слив, много-много сделочек, и результата как бы никакого нет. Я тоже этот период проживал в своей трейдерской жизни, потом понял, что просто это бессмысленно этим заниматься, в этом нет никакого смысла. Вот. Нужно просто наслаждаться, как говорится, жизнью, отпустить ситуацию, да, и рынок обязательно придет к нашим уровням. Тем более, что этот алгоритм расстановки уровня, он проверен временем и, собственно говоря, разными рынками, и российским, срочным, и фондовым, и да вообще любым там, любым ликвидным рынком. И любым рынком, вот на договорочку сделать, где у нас централизованная биржа, где сделки заключаются в стакане в организованной очереди заявок, и где на рынке торгуют люди. Там везде цена изменяется волной. Это принцип. А раз это так, значит, она будет всегда волной ходить. Поэтому пока рынок вот здесь не дойдет до нас, вот он дошел до уровня точки Т1, соответственно, да, только ее надо перекрасить. Потому что это уровень покупок. Соответственно, у нас появился уровень точки Т2, вот этот старый, мы его сюда вот подновляем. Значит, одна вторая нам уже больше не нужна, и старый уровень по опорному бару мы снимаем. Все, дальше нам ничего неинтересно. Первый опять бар закрывается вверх на часовом графике. Вот для нас это опять очередной уровень точки Т1, мы его опять расставляем вот так вот. Поэтому иногда на курсе спрашивают, а каждый ли же или может там вот освоить, да. Я говорю, слушайте, каждый, кто терпение проявит, вот выучит теорию предлагаемую, и не будет на рынке заниматься каждый день экспериментами, а будет просто делать то, что вот предлагается и рассказывается. То вот точно так же будете расставлять уровни и ждать, когда цена к ним придет. Вот. А можно ли как-то по-другому? Можно. Но тогда вы тестируете и тестируете длинные промежутки времени. Нельзя делать долгосрочных выводов по системе на основе краткосрочных результатов. Месяца, два. Надо брать длинные промежутки времени. Ну, год, к примеру, да, желательно несколько лет. И тогда, если сил хватит протестировать, уже делать вывод. Я, проводя такие тестирования, тратя на это время, силы, пришел к выводу, что вот ничего лучше такого алгоритма, собственно говоря, я не нашел. И он работает. Цена пришла к уровню, смотрите, у нас здесь был пробой, бар реакции не загнали за зеленый уровень, вот сюда не загнали, да. Поэтому здесь не манипуляция, а здесь пробой был. Поэтому мы сюда поставили уровень. И уровень продаж поставили на основании пробойного бара, уровень, это опорный бар у нас, да. Соответственно, когда цена сюда подошла, мы переключались на 5-минутные графики и ждали здесь продажи, рассматривали. Мы не просто впрыгивали в рынок, а именно здесь ожидали эти продажи. Но, к сожалению, здесь рынок не показал продажи, а не обязательно же это так будет, а пошел наоборот вверх, как вы видите. То есть уровень не удержался вот этот вот, да. Цена его начала пробивать, уходить выше. Соответственно, раз это так, то нам стало понятным, что здесь не было пробоя. Это получилась такая многобарная манипуляция и уровень надо вот так вправо продлить. Вот именно в такой последовательности, как я рассказываю. А нижний уровень вот так снять и снять вот этот уровень. Но это стало понятным только по факту, только после того, как цена пробила основание вот этого опорного бара. До этого момента мы играли за шорты и мы предполагали, что все это коррекция, тем более объемы были падающие. И так всегда бывает. Вот. Как только этот уровень не отыгрался, мы поняли, что это многобарная манипуляция и, соответственно, мы делаем, что это многобарщина. Значит, здесь такая ситуация складывается. У нас это контртрендовое направление в лонг. Поэтому мы всегда контртренд проверяем одной-второй. Смотрите, мы натягиваем одну-вторую вот так и видим. Смотрите, что цена, вот делая эту многобарную манипуляцию, опять приходит в одну-вторую. И нам пытаться в лонг торговать уже некуда, уже нельзя. Потому что волна сильнее баров. И волна будет тянуть рынок. Соответственно, мы не можем в контртренд здесь пытаться торговать. Пропускаем это место, соответственно, отпускаем его. Рынок уходит без нас. Приходит еще раз на тест вот сюда. Потому что мы можем мыслить только вероятностями. А вероятность нам говорит, что против тенденции, против волны торговать нам нужно только до одной-второй. Здесь получилась уже фаза баланса, соответственно. И мы сидели и ждали, когда что произойдет. Или цена придет к уровню продаж, потому что у нас тенденция у волны. Либо цена пойдет вниз на пробой вот сюда, и мы ниже будем работать. В остальной зоне здесь маленькая вероятность, низкая. И принцип будет заработал-слил, заработал-слил. Хотя те, кто, как говорится, очень, как сказать-то, агрессивно ведут себя по отношению к рынку, то могли считать это многобарными здесь манипуляцией. И вот здесь, когда цена приходила вот здесь на тест, вот здесь на тест, могли переключаться на пятиминутные графики и пытаться отыгрывать в лонг здесь эти позиции. Я ни в проторговке, ни здесь этого не делаю. Почему? Потому что случаются такие вот вещи. Видите, все-таки шорт свое берет и начинает пробивать, и начинает идти ниже. Хорошо. Мы, соответственно, расширяем вот так вот нижнюю границу канала. Опять цена задела нижнюю границу. Мы подтянули точку Т2, соответственно, пошел пробой. Ждем бар реакции. Бары реакции за уровень не загоняют, значит, это пробой. Мы опять делаем, собственно говоря, одно и то же. Мы ставим по пробойному бару и считаем, что у нас это движение вниз, это у нас, так вот, точка Т1, да. Так, а это прекращаем его, не тянем этот уровень больше. Так, он нам больше не... Он свою роль, предназначение свое выполнил. И в работе вот с уровнями, ну, как бы и вообще в трейдинге здесь мелочи имеют значение. То есть кто-то скажет, ну что, настолько важно, что вот этот второй бар не закрылся за уровень. Конечно, да, конечно, в этих мелочах во всяк и состоит огромная... В этой компиляции этих мелочей состоят все эти секреты, как говорится. Грань между прибылями и убытки на рынке, она тонкая. Если бы было так все просто, и, ну, то люди бы там глазом на глаз торговали бы и зарабатывали. Но это так не случается, да, вот. Так, идем дальше, значит, соответственно, теперь у нас расставлены уровни, уровни продаж. Два, уровень покупок, ждем, когда цена подойдет к этим уровням. Вот, соответственно, цена подошла вот сюда, к уровню продаж. Здесь у нас был большой объем, это опорный бар. Мы переключались на пятиминуточку. И на пятиминутке ждали, анализировали там рабочую конструкцию. У нас понятие рабочая конструкция, то есть там пятиминутная же волна, она сюда подошла неким своим дизайном, то есть есть часовой уровень. А пятиминутная волна, она тоже как волна идет. И она вот подошла вот в эту точку и здесь сделала какие-то развороты, ну, как бы фигуры другими словами скажем. Мы их анализировали, выстраивали свои уровни пятиминутные здесь черного цвета там строили, да, и искали свои точки входа. Так вот, в марте здесь не получилось ничего найти, не было там никаких конструкций. Вот в этом месте непосредственно 7 марта, да, соответственно, мы отпустили это место и рынок вниз ходил, вверх стал пробивать. Уровни по барам, которые строятся, они не корректируются. Вот, то есть они не подлежат корректировке. Поэтому рынок этот не отработался, мы снимаем, да. Цена пришла к верхней границе вот сюда, соответственно, это уровень точки у нас был Т2. Мы переключились на пятиминутные графики, здесь искали, ожидали, искали конструкции в шорты. Если они были, мы бы их, соответственно, торговали, да. Но, надо сказать, не всегда это бывает и, как бы, хотелось бы, но, как вы видите, случаются вот такие вот моменты, а в частности какие? Что движение состоялось, что мы правильно выстроили уровень. Мы, как бы, давайте скажем таким простым языком, угадали, да. На самом деле это не угадывание, здесь уровень стоял, потому что мы знали, что он должен стоять, потому что он идентифицировался. После того, когда цена вот здесь обновила точку Т1, мы сюда нашли эту точку Т2 по правилам. И рынок сюда, как намагниченный пришел, как будто его там тянуло просто сюда, да. Он сделал здесь манипуляцию, вырос объем. Вот этот бар, который делал, называется однобарный аптраст. Все это мы видим, но внутри этого бара, для того, чтобы рискнуть своими деньгами, а мы входим, как говорится, всем объемом счета, который на фьючерсных контрактах, на фьючерсах используем, мне нужно, чтобы на пятиминутной волне там сложилась своя рабочая конструкция. Иначе я, ну, как бы, не могу на глаз это делать. Мне недостаточно того, что на часовом графике эта зона продаж, вот такой бар идет. Но пятиминутка не дала, не показала такой возможности, да. И, соответственно, движение состоялось. Так, движение состоялось. Движение вот это вниз состоялось, а мы не поучаствовали в нем. И кого-то там будет, как говорится, фома грызть, кого-то еще что-то, мне ничего не грызет. И вам советую научиться, не мучиться этими проблемами. По этому поводу я сегодня пост интересный написал в нашем канале, где не было сделок. И написал, что чужое, как говорится, не по системе, от рынка не пытаюсь взять, но и свое не упущу. Вот, это самый верный способ, да, вот, верный своей системе будет награжден. Итак, у нас сформировался в конечном итоге баланс. Она пришла к нижней границе баланса, сделала попытку пробить. Хороший результат пробоя, но реакция цена загнала за уровень. Чуть-чуть, но загнала. Соответственно, у меня сложились условия для контртрендовой сделки. Мы переключились на пятиминутный график, стали его анализировать. И на пятиминутном графике вы можете найти 8 марта, вот здесь вот в этом месте, на пятиминутке, сложилась шикарная конструкция, показывающая нам хороший перевес вероятности в пользу того, чтобы присоединиться в лонг. И, соответственно, мы здесь присоединились в лонг с коротким стопом и вверх взяли хорошую прибыль вот в этом месте контртренд. И обязательно, когда контртренд торгуем, мы проверяем на предмет того, чтобы цель укладывалась до зоны 1-2, вот этого часового диапазона. Вот здесь, до зоны 1-2. Почему? Потому что зона 1-2 может защититься. Другими словами, вот в этом месте, вот от этой точки до зоны 1-2, как будто некий вакуум образуется на рынке и туда втягивает, ну, как бы рынок цену тянет туда, да, с большой долей вероятности. Вот такие места и надо искать на рынке. И вы посмотрите, что я покажу потом статистику, что у нас в этом месяце мало сделок, вроде бы 11, но из них всего 2 стопа и 9 прибыльных, а стопики короткие. Поэтому соотношение просто чудесное. Другое дело, что, ну, мало сделок, да, и как бы неприятно, да, на психику может это давить, особенно неподготовленным людям, что надо долго ждать, а сделок мало, вот, 11 штук за месяц. А зато те, кто занимаются, я вам могу сказать, когда люди спрашивают, а почему непозиционкой ты занимаешься, да, я говорю, а представьте, в позиционке 2-4 сделки в месяц, ну, считается нормой, да, ну, как бы, что это еще повезло, что столько сделок. Тут люди 11 сделок-то считают, что это мало и скучно и невозможно, как же так торговать, а как тогда вы бы жили, если 1-2-3 сделки в месяц. Да это вообще ты забудешь, что ты торговлей занимаешься, да, вот, по этой причине, в общем, не занимаюсь. Вот цена пришла в 1-2, мы, в общем, использовали здесь вот это интересное место, вот, взяли хорошую прибыль и дальше стали наблюдать за рынком, что будет, да, а рынок топчется, вот тут все, мы уже свое взяли, дальше не лезем. Либо цена придет к верхней границе, либо пойдет пробой вниз, да, вот, мы будем смотреть, что будет происходить. Дальше идет вот такой вот, цена встала в баланс и начала пилить. Вот она выше пошла, ну, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, да. Цена идет к верхней, приходит к верхней границе на тест, мы пролонгируем вот здесь. Можно было вот здесь переключаться в этом месте, да, и мы следили за рынком, что мы, конечно, ждали, что цена выше пройдет, но на младшем таймфрейме, на пятиминутном, цена не давала никаких здесь оснований присоединяться к рынку. Поэтому видите, как долго цена стоит вот в таком боковике. Так, выправим сейчас координаты. Всегда нужно ровно чертить, вот так, я одну координату копирую на другую, чтобы был ровный рынок, да. Здесь у нас 9 число. Соответственно, вот видите, цена четко пришла на границу. Здесь была манипуляция в виде отраста, я часто ее вот так вот обозначаю стрелочкой. Вот, и вот как мы нашли этот уровень, да, точку Т2 напоминает, так, смотрите, рынок прям как уважает. То есть четко чертим и ждем в правильных местах, тогда рынок будет, тогда рынок будет уважать. Вот видите, вот как такое может быть, что вот он четко бьет вот так, да. Если правильно чертим ценовые уровни, то рынок будет точно попадать. Но мы всегда должны помнить, что мы на графике уровень отображаем линии, а воспринимаем как некую ценовую зону. Работаем с ней как с ценовой зоной. Вот на курсе я тоже это подробненько, подробно рассказываю. Ну, дальше вот еще раз цена сюда подошла. Мы еще раз на пятиминутку переключались и смотрели, не будет ли здесь складов с каких-то рабочих конструкций в шорт, потому что это зона продаж. Не забываем, что у нас входящая тенденция на шорт на волне. Почему входящее слово? Потому что слово тенденция отображает состояние импульса на рынке, а у нас сложился уже баланс. Внутри баланса нет тенденции никакой, нету никакого перевеса вероятности. Поэтому слово используется, входящая тенденция. Но тем не менее, то есть рынок пытается выскочить, пытается волна развернуться, а волна всегда сильнее баров. Мы об этом помним. Соответственно, здесь на пятиминутке не было никаких конструкций, когда мы переключались в этих барах, вот в этот час и вот в этот. Наоборот, там на лон пошел пробой. И когда вот этот верхний уровень не удерживался, мы расширяли баланс. Уровень верхний, он называется у нас уже по нашей терминологии как уровень крик. Тоже сейчас не буду в подробности вдаваться, почему он крик. На курсе, кто будет, всем все расскажу. Соответственно, мы дожидаемся бара реакции, что бар реакции вверх. Первый бар оцениваем, у него хороший результат пробоя. Я стараюсь говорить терминами системы, потому что у нас сегодня такой немножко технический вебинар. Я оцениваю результат пробоя первого бара и обязательно жду бар реакции. В этой точке я понимаю, что это пробой, смена торговой тенденции. Тенденция была на шорт, стала на лонг. Соответственно, переставим вот так вот стрелочку сюда нарисуем. Теперь у нас тенденция на лонги. Соответственно, следующий уровень ставим по бару, по пробойному. Он же опорный бар. Бар, смотрите, на нем самый большой объем. Вот здесь на пробое. Он же пробойный бар. А первый бар закрылся вниз. Соответственно, нам это говорит о том, что в этой новой фазе, в фазе импульса, которая вверх пошла, это уровень точки Т1. Мы по нему ставим по алгоритму наш уровень и оцениваем, что на рынке будет происходить. А цена подходит к нему, делает пробой. У нас плохой результат пробоя от уровня до цены закрытия оценен. Но ждем всегда, куда бар реакции. Бар реакции вниз, но бар реакции цена не загоняет за уровень. Соответственно, это не манипуляция, это пробой. Это так называемый джок. Соответственно, нам нужно вот таким вот образом сжать. И у нас подтянулась точка Т2. Смотрите, что происходит. Происходит сужение торгового диапазона. Все нижние уровни теряют свое значение. И люди, не зная этого, не могут сориентироваться вначале, не имея таких знаний о рынке. Они привыкают к этому широкому диапазону и не могут в моменте поверить, что рынок вот так может сжаться. Он именно так сжимается, это называется амплитудой волны. Это очень важно, потому что не надо рынку навязывать. Рынок постоянно меняется и меняется за ним амплитуда. Поэтому обязательно это делаем. Соответственно, и у нас еще появился второй уровень. Это уровень по бару, по пробоинам. Вот сюда, зона покупок. А сверху у нас появилась зона продаж. Мы понесли, смотрите, как все мелко стало. Но в этом-то вся и фишка, что рынок постоянно вот так вот людей раздергивает. И то у него большая амплитуда, то маленькая. Вот, соответственно, видите, как если мы знали, что мы сюда поставили уровень, потому что первый бар закрылся вниз, то цена пришла, его и защитила. Нигде попало, именно здесь. Но это контртрендовая сделка. Ее не имеет смысла торговать, потому что до точки Т2 уже 50% пройдено. От точки Т1 до точки Т2. Одна вторая, видите? То есть уже никакого смысла против волны не имеет в попытках торговать. Ну и, соответственно, этот уровень тоже у нас потерял значение всякое. Ну вот для нас, да? Соответственно, когда цена обновлял, у нас точка Т2 еще вот сюда поджалась. Вот так. Смотрите, какое поджатие происходит интересное, да? То есть амплитуда сжимается. Вот рынок зацепляется за эту точку Т2 ближайшую. Все-таки делает многобарную манипуляцию. Приходит к верхней границе. Здесь тест. Пришел на тест, но максимум не обновил. Здесь вот такая вот зона у нас получилась, да? Ну, смотрите. Если мы преждевременно будем уровни переставлять, этот уровень уберу, то мы потеряем картинку. Мы тогда не увидим, что здесь была манипуляция, а здесь был тест. Мы просто этого не увидим. Поэтому уровни нужно не спешить, своевременно их корректировать, да? Не забегая как бы вперед. И, соответственно, нижняя граница у нас вот сюда перешла у точки Т2. Вот такой у нас баланс получался. Смотрим, что происходит дальше. В шорт не можем здесь торговать, потому что против волны мы не пойдем. Не имеет в этом смысла никакого. Будет просто не та у нас скорость. Ну, не та будет нужна нам статистика. Вот. Соответственно, ничего не происходит. Рынок в середине диапазона. Вот он все-таки делает пробой. То есть мы ждали здесь. Мы переключались здесь на пятиминуточку. И ждали в моменте, что здесь будет защита на лонг. Но вместо этого нам и на пятиминутке, и на часе рынок показывает очень сильный пробой. Хороший результат пробоя. Куда бар реакции у нас пошел? У нас бар реакции пошел вниз. Значит, это пробой. Ага. У нас опять меняется тенденция на шорты. А почему? Какое это число? Вот смотрите, это 10 марта. Почему у нас тут тенденция на шорт сменилась? И здесь же тенденция меняется вот так вот на лонг. Почему рынок так крутится? То есть то вверх, то вниз. А мы переключимся с вами на старший таймфрейм. 10 марта. Зачем нам три таймфрейма? Отмотаем до 10 марта. Вот здесь. Давайте. Так. Вот 10 марта. Почему? Потому что мы в середине баланса. Помните, я говорил, у нас тенденция есть только входящая. Внутри баланса нет тенденции. Как бы нету кто более сильный, кто более слабый. В этом месте цену трепет как флаг на ветру. Как флаг ветер. Туда-сюда, туда-сюда цена пилит. Это надо понимать. Не расстраиваться. И рынок не всегда будет стоять в балансе над дневным графиком. Будет выходить куда-то и соответственно качество рынка будет меняться. Но пока этого не произошло, мы должны это учитывать и на часовом графике не расстраиваться, что рынок туда-сюда крутится. И не пытаться говорить о том, что у нас система какая-то, надо ее менять, там еще что-то. Здесь просто качество рынка меняется, надо помнить. Бар ставим, первый уровень продаж ставим на пробойный бар. Это бракендайз у нас, это зона продаж. Цена, если вернется, будем шорт здесь искать. Но тем не менее у нас рынок ускоряется, идет вниз. По одному бару не строим волну вот здесь, да, никакую. Вот хотя один бар вверх закрылся, мы по одному бару не строим волну. Один бар не может нам, ну не показывает, что это у нас волна. Хорошо, идем дальше. Вот рынок падает и падает. Мы видим, что опорный бар вот здесь появляется. Эти уровни нам не нужны уже. Давайте вот так поставим на опорный бар. Первый бар вверх закрылся, соответственно, у нас появился опять очередной уровень покупок, уровень точки Т1. Т1, иногда вы в канале будете видеть, я подписываю уровень, ставлю Т1 или Т2. Это точка Т1, точка Т2. И как раз это и опорный бар, у него здесь основание опорного бара у нас получилось, да. Вот. Соответственно, нам нужно, чтобы цена, ну, пришла к этим уровням. Пока она не пришла, я проматываю, ничего делать, да. Вот. Здесь цена пришла к нижней точке, коснулась. У нас появилась таким странным образом отрисованная уровень вот здесь вот точки Т2, где-то вот в этой зоне, да, получался. Соответственно, цена сделала удар, бары реакции куда? Бары реакции в лонг. То есть у нас импульс, который пошел вниз, у нас появился защитный манипуляционный сигнал вот здесь. То есть вот этот паровоз, летящий вниз, был остановлен вот этим двухбарным спрингом, так называемым. Он называется двухбарный спринг. Вот. Но цена тут же долетела до 1,2. От точки Т2 до точки Т1 возьмем. Он до 1,2 уже долетел. Поэтому против волны в шорт я уже не буду работать, не буду переключаться на младший таймфрейм и пытаться здесь работать. Мы нигде вот здесь не переключались на М5, вот здесь нигде не переключались. Нам нужен был закрытый манипуляционный сигнал для того, чтобы начать работать в лонг, то есть против волны. Против волны всегда работать можно только при специальном условии, то есть это закрытом противоположном манипуляционном сигнале. Вот он у нас состоялся, но работать он нам не дает, потому что маленький диапазон. Маленький диапазон. Ну и собственно говоря, рынок встал в такое боковое движение. И вот просто интересно. Давайте я вот 1,2 отсюда натяну. Вот так. Вот видите. Вот он. 1,2 это же не линия, это зона. Он попал в эту зону, чуть выше шпильнул ее. И здесь запилил, запилил, все равно вниз ушел. То есть он не хочет верхней границы. Видите, не пускают. Это чаще будет. Поэтому очень трудно на основании каких-то краткосрочных выводов сделать какую-то систему. То есть нужен именно большой объем информации, чтобы вывести то, что работает, а то, что нет. Вот цена пришла к нижней границе, пытается пробить. Идет пробой. Мы расширяем сюда точку Т1. Всегда у нас есть, делается пробой, бар реакции. Ждем куда? Бар реакции в обратную сторону. То есть у нас здесь получается манипуляционный сигнал. Вот тут закрылся. И против тенденции. Вот здесь. Вот здесь закрылся. Это по времени у нас 10, 0, 0. Соответственно, мы всегда проверяем теперь 1,2. Вот так с вами. Смотрите. Вот этот диапазон, да? А до 1,2 еще есть место. Вот сюда. При движении против тенденции. Хорошо. Значит, мы переключаемся на M5. Как только бар закрылся. И ищем конструкции, возможность в long. Long против волны, против тенденции. Нам это право дает здесь. Вот этот закрытый манипуляционный сигнал. Вот здесь. Из-за этого. Соответственно, мы переключились на 5 минутку. Ждали здесь конструкции. И вот в этом месте у нас сложилась очередная классная 5-минутная конструкция в long. Мы вошли с коротким стопиком. И, соответственно, в long встали. Цель 1 к 2. Цель укладывалась до зоны 1,2. И рынок нам щедро, как говорится, налил здесь. Мы забрали свою цель. Вот. Все. И зафиксировали прибыль. Дальше не пошли никуда. Рынок пришел в эту зону 1,2. Потоптался. Пошел выше. Мы пролонгируем такой уровень. Но еще раз скажу. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. И мы каждый раз, когда сделка. Я покажу вам табличку потом в конце этих сделок. Когда мы закрываем свою позицию 1 к 2. Мы потом анализируем, как часто цена ходит в нашу сторону дальше. И вот стоит ли или не стоит 1 к 2 брать. Все это мы, конечно, анализируем. Потом принимаем эти решения. Цена пришла к верхней границе. Сложилась уже фаза баланса. Мы переключились на 5 график. И, соответственно, стали здесь искать конструкции точки входа на шорт. Но зона есть. Рынок. Зона отработалась. Движение вниз пошло. Но на 5 минутки здесь не сложилась никакая рабочая конструкция. Вот в этом месте. Здесь, к сожалению, с сигналом никак не сложилась. Но кто-то более агрессивно бы как-то там торговал. Но это не мой подход. Здесь должно быть четкий 5-минутный уровень. Четкая 5-минутная конструкция. Для того, чтобы мы могли входить и рисковать своими деньгами. Именно такой подход позволяет к трейдингу относиться как к упражнению по накоплению капитала. И, соответственно, рисковать уже кеми-то значимыми суммами. Цена пришла в зону вот сюда баланса. Мы, соответственно, вот здесь рассматривали конструкции в М5. Потому что это фаза баланса. Однако здесь ничего не складывалось. Мы, соответственно, вот так расширяли границу. Видите? После расширения границы рынок держит. Это баланс все идет. Давайте проглим его. И пока цена в середине баланса. Мы ничего не делаем. Мы не пытаемся прыгать в середину этого баланса и там чего-то торговать. Это не имеет никакого смысла. Это просто потому, что там пила идет. Там нет хозяина, нет сильной стороны. И, соответственно, это бесполезно. Смотрите, сколько долго. Смотрите, сколько долго. Это полтора дня. Полтора дня мы отдыхали. Цена пришла к нижней границе по направлению входящей тенденции. Делает удар, который нам не нужен. Старый снимем. Делает удар. Хороший результат пробоя. Бар реакции вниз. Значит, это пробой. Значит, цена вышла из баланса. Теперь мы понимаем, что фаза, скорее всего, поменялась. Скорее всего, потому что только когда минимум и максимум будут понижаться, рынок нам подтвердит правильность нашего предположения. Мы предположение делаем на основании нашего торгового алгоритма. Он же, как говорится, не волшебная палочка. Он может показать какие-то неправильные вещи. Это норма. То есть любой, как вы понимаете, инструмент, используемый на рынке, это всего лишь вероятность, не более того. Но если эта вероятность позволяет находить мне на рынке сделки с 80% проходимость, то есть 80% прибыльных и 20% только убыточных, то, наверное, этот алгоритм очень эффективный. Отметил я основание пробойного бара, уровень, построенный по бару. Соответственно, да, он бракендайсом называется, основание бракендайса. И от него будем смотреть продажи. Мы, соответственно, здесь переключились на пятиминутку и искали здесь продажи. Но, к сожалению, там не складывалась никакая моделька, ничего, да. Наоборот, мы видели, что рынок пробивает, пробивает, пробивает и уходит выше. Ага, раз у нас уровень этот пробили, цена вернулась в тело баланса, значит, уровень не корректируется, он снимается. Нижний уровень нам тоже не нужен. Значит, цена вернулась в баланс. И по факту мы только поняли, когда вот этот уровень не удержал, что здесь многобарная манипуляция. Это баланс. Ну, хорошо, мы не спорим с рынком, идем дальше, смотрим, что будет происходить. Вот в балансе цена стоит. В балансе есть контекстное правило. Цена ходит от уровня до уровня, ее магнитом тянет. Мы, по крайней мере, в это верим. Мы это используем для работы, для своей, чтобы рассматривать, куда же нам торговать. Соответственно, когда цена подошла к, вот сюда, к нижней границе баланса, вот здесь мы переключались на 5-минутные графики, вот здесь вот искали конструкции на лонг. Искали конструкции на лонг, вот, для того, чтобы присоединиться в лонг. Вот здесь число, да, 15-е число вот здесь. Но здесь у нас не было никаких конструкций, хотя очень хорошо, как вы видите. Нет, вот здесь вот была вот, вот тут вот. Вот с этого момента, когда цена подошла, вот здесь, вот здесь была многобарная манипуляция. Вот это тест был этой манипуляции, это зона покупок. Мы переключились на М5 и начали здесь искать 5-минутные конструкции. И вот здесь вот, я помню, вот в этом баре на 5-минутке, вот здесь был уровень. Мы зацепились в лонг, там хорошая конструкция с хорошим уровнем сложилась. Соответственно, вот здесь прокатились с очень коротким стопом. Здесь нам рынок дал заработать. Вот. Тут весь вопрос в том, чтобы не просто от уровня входить к наобум, а входить, используя какую-то конструкцию, да. Вот, потому что в противном случае, в противном случае это будет угадайка. То есть есть зона, но этого недостаточно, чтобы войти из зоны. Младший таймфрейм должен внести свою лепту, он должен представить какие-то сигналы, какую-то информацию с тем, чтобы присоединиться, да. Соответственно, дальше цена пошла к верхней границе. Видите, сделала хороший пробой, но бар реакции в обратную сторону. Тут такая вот эмоциональная реакция была. Все это дело мы наблюдали. Соответственно, на М5 это были очень сильные такие всплески. Никаких не было конструкций, нигде ничего не участвовали. Затем цена вот сюда пошла на тест. И вот тут на М5, на тесте вот этого его аптраста, вот этого, да, вот этого не пуля, тут сложилась шикарная конструкция на шорт. Это же зона продаж. И здесь мы присоединились в этой конструкции и получили маленький стоп. Потому что цена не пошла. Цена в обратную сторону выдавила. Это был второй стоп за этот месяц. Ну вот, соответственно, ну что же делать, ничего тут не поделаешь, да. Вот приняли этот стоп, дальше смотрели. Цена пришла, уровень не удерживается. Мы его вот так вот сюда перенесли. Вот так, перенесли. Хотя тенденция не поменялась. То есть рынок вот так запилил, широко вот так расширил. Здесь нечего было анализировать, ничего не анализировали. Ждали, когда цена коснется уровня. Вот. Здесь цена прибежала, коснулась этого уровня. Мы просидели достаточно долго. 19 числа цена делает пробой. Вот здесь. Вот здесь, смотрите, сейчас я приближу. Вот. Как только цена задевает вот этот уровень, вот сюда делает пробой, бар реакции вверх, мы понимаем, что и идентифицируем это как смену тенденции, как пробой. И уровень ставится по пробойному бару. Вот поэтому сейчас я увеличу и покажу. Так. Интересный момент такой очень. Так, да. Первый бар делает пробой, но бар реакции вместо того, чтобы защищать уровень, бар реакции закрыть вниз, и это была бы манипуляция, он делает бар реакции вверх. Хотя объемов на нем нету, да, но тем не менее это пробой. И те, кто как бы, ну, не верят этому или не доверяют, или да просто чаще всего просто не знают, да, вот, то, соответственно, пытаются все в шорты, в шорты, в шорты торговать. Как только вот этот бар закрылся вверх, нам это все показало, что больше нельзя торговать в шорт, нельзя больше шорт рассматривать, нужно рассматривать толк колонг, это первая зона покупок для того, чтобы рассматривать лонг. Вот, соответственно, ни с кем не спорили, ждали. Первый бар вниз закрылся, у нас появился здесь первый в фазе импульса уровень, вот так вот, продаж на часовом графике. Ну, его вот так построили, и отметили, что тенденция теперь у нас на лонг идет. Вот так вот. Соответственно, цена подошла очень близко, но не коснулась этого уровня, не взаимодействовала с ним, мы никуда не лезли, его цена подошла, стала взаимодействовать вот здесь. Мы переключились на M5 график, на закладочку, посмотрели, какие здесь были конструкции, и, соответственно, там сложилась хорошая конструкция, и мы на 5-минутном графике присоединились к рынку, где-то вот здесь вот. Вот здесь. В лонг, в лонг присоединились, потому что здесь у нас произошла манипуляция, вот объем защиты, видите, вырос в манипуляции, и, соответственно, мы в лонг присоединились, потому что здесь, еще раз скажу, в этой точке был пробой, и уровень мы по бару поставили, уровень, уровни по волне, уровни по барам, да, вот, и уже вот здесь, вот здесь уже мы знали и ждали, что вот тут уровень будет защищаться. Вот скажите, а почему его тут защищают? Я уже вот час лишним одно и то же практически рассказываю, да, по бару, бракендаис, челк вверх, все одно и то же. А вот почему? А вот я не знаю почему, и даже знать не хочу, когда, как говорится, я говорю так, да, конечно, я предполагаю только лишь, почему здесь защищают, потому что там всю эту философию сейчас опустим, я не успею об этом рассказать, но вы видите, что как будто он как привязанный, да, вот к такому рисунку, вот так ходит. Соответственно, здесь нам рынок дал возможность присоединиться еще раз к рынку и забрать хорошую прибыльную позицию, там достаточно хорошая была прибыль, да, вот здесь по стопу у нас нигде не задело, потому что стоп у нас обоснованный и допустимый, соответственно, рынок тяжело-тяжело, но тем не менее дал нам сходить и дает зал работать. Опять рынок пришел к верхней точке, сделал, так, сделал манипуляцию вот здесь, да, но это против рынка была, тенденция у нас в лонг, да, соответственно, вы уже знаете, мы с вами разговаривали, что мы проверяем на предмет 1-2. И как вы видите, рынок, вот он уже закрылась, одна, аптраст вот этот, да, манипуляционная сила, мы можем контртренд делать, но видите, какое расстояние осталось, уже смысла нет в шорт торговать никакого, против волны. Поэтому, соответственно, в шорт здесь ничего не рассматривали, да, вот, рынок там немножко ниже, видите, и запилил вот так в балансе, мы все это отпустили против рынка, соответственно, вот это движение вниз не торговали. Почему уже объяснил, потому что это контртренд. Кто-то более агрессивный, возможно, бы пытался это торговать, ну, в общем-то, но не мы. Когда цена здесь обновила уровень точки Т1, мы вот этот отработанный уровень расширяли до уровня Т2, вот до этой точки. Здесь опять очередная манипуляция, мы переключаемся на М5 и ищем точки входа в лонг. Однако здесь конструкция по М5 не сложилась. Если здесь, когда был уровень, то вот тут конструкция складывалась, то здесь по М5 она не складывалась. Как вы видите, нельзя просто на, основываясь на одном часовом графике присоединиться к манипуляции, здесь бы мы заработали, а здесь бы присоединились к такой же манипуляции, мы бы отхватили огромный стоп, если не использовать второй таймфрейм. То есть если не использовать связь таймфреймов, я на время все смотрю, что нам уложится. Соответственно цена покатилась ниже, мы расширяли границу вот сюда баланса, здесь был все-таки пробой, бар реакции был вверх, цена мы переключились на М5, стали искать какие-то конструкции в лонг, однако рынок опять здесь ничего не давал, вот цена на тест пришла, вот этой манипуляцией, мы рассматривали активно, однако рынок ничего здесь не показывал, хотя вроде все красиво рисует, вот так запилил, 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 пошел ниже, мы опять расширили границу, так, и соответственно здесь уже пробой, здесь пробой, бар и реакции за уровень не заходит. Хорошо, соответственно, уровень мы сюда ставим, и уровень ставим на, вот сюда, на пробойный бар, да. Сейчас мы еще дойдем до одной сделочки, на этом остановимся, да, там буквально осталось еще пару сделок у нас с вами, и все. Итак, еще там хочу показать. Вот, так, да. Соответственно, снизу у нас появилась импульс, у нас тенденция в шорт, уровень точки Т1, смотрите, вот так, это Т2, это основание пробойного бара брекендайса, и тенденция, соответственно, на шорт, вот так. Цена пришла, мы переключились на М5, и здесь искали конструкции в шорты, свои уровни, рабочие конструкции, если бы они были, но их здесь у нас не сложилось, не было, соответственно, уровень запилили, так-то этот термин прям такой есть на курсе запил, вот, соответственно, я его снял, больше, ну, его не пытаемся торговать. Теперь необходимо, либо цена придет к зеленому уровню, к уровню покупок, либо к уровню продаж. Мы, соответственно, здесь это и ожидали. Рынок опять встал вот с такую вот болтанку, потом пошел пробой, плохой результат пробоя, но бар реакции вверх. Соответственно, рынок здесь пробил, сменилась тенденция, и все заново началось. Опять у нас появилась верхняя точка Т1, у нас появился опорный бар, тут было не пойму, вот сюда вот ставили. Мы считали, что здесь равнозначные объемы, видите, на этих двух барах, поэтому мы здесь переключались на М5, и, соответственно, искали конструкцию в лонг. Но рынок опять здесь не давал. Я сказал, что уже в марте рынок вот такой вот особенный, да, получился, в силу, наверное, всяких там геополитических причин. И на рынке торгуют люди, люди, видимо, были испуганы в целом, ну, по крайней мере, у них изменилось эмоциональное состояние во всем мире. Соответственно, это наложило отпечаток, и поведение людей на рынке изменилось. Но люди потом придут в нормальное состояние, все вернется назад. Натягиваю одну вторую, показываю опять, что рынок откатывает, попадает в одну вторую, и здесь очень было хорошее место. Тем не менее, мы здесь никак не взяли ничего. Хорошо, мы дальше сидели, ждали, когда у нас сформируется что-то, рынок куда-то придет. Еще у нас вот здесь уровень стоял по основанию пробойного бара. однако цена, одна вторая удержала вот здесь рынок, и удержала мы здесь видели в моменте, но по системе строго не торговали, видели, что здесь сложилась манипуляция со всплеском объема, здесь сложился тест, кто-то более агрессивный, возможно, бы здесь входил и торговал бы в лонг всю эту модель, всю эту конструкцию. Я как бы придерживаюсь консервативного подхода, этого не делал, и, соответственно, все это пропускал, но за то, где использовал, да, дальше. Когда цена подошла, сделала недоход, стало понятным, что у нас вот здесь вот произошла защита, вот так, соответственно, это по рынку, по тенденции, вот здесь вот цена сделала вот такой недоход, мы видим, здесь у нас появилось усилие, вот оно, внутри, так был пробой, вот оно, видите, самый большой объем, цена откатила, в зоне 1,2 появилось такое, зона 1,2 появилась, цена вернулась к этой зоне 1,2 вот сюда, мы переключились на М5, и здесь в нейтральной зоне часа, нейтральная, потому что здесь между часовым уровнем, верхним и нижним уровнем, вот здесь в нейтральной зоне, вот здесь вот так, был пятиминутный баланс, вот такой сложилось, фаза баланса, тоже на курсе это рассказываю, что в нейтральной зоне особые условия фаза баланса и по направлению, по контекстному направлению модель, а это у нас вот защита, контекстная модель сюда, переключились на М5, и здесь очередная сделочка, вот сюда прибыль легко, как вакуум, ее забрали, так, все, видите, рынок улетел, и так, дальше это уже 24 число, затем было еще 2 сделки 29, точно так же дальше расчертили весь рынок, переставляя уровни, и в итоге пришли к чему, в итоге пришли к тому, что, переключаюсь на табличку сейчас, вот сюда, то я чувствую вас уже утомил, но такое вот дело, мы когда, у нас, как говорится, вот этот канал, у нас учеба вся пойдет по курсу, то мы планировали, что мы будем в месяце делать 2 таких вебинара, по полмесяца, то есть 2 недели проходит, мы разбираем 2-х недельный рынок подробно, затем еще 2 недели, мы подводим отток месяцу, ну поскольку сейчас мы в стадии набора групп, мы в стадии старта, этого большого проекта для нас, то мы делаем пока раз в месяц, поэтому видите, не хватает времени месяц разобрать подробно, приходится быстро-быстро, и все не успеваем разобрать, но затем, когда мы стартанем, войдем в график, у нас уже все будет четко, по 2 недели мы будем этим заниматься, итог, давайте посмотрим, какой итог, значит, переключимся, я покажу наш журнал, соответственно, было всего лишь 11 сделочек, 2 стопа, 9 целей, с пятым, причем это 39% к счету, вот, и я сделал сравнительную таблицу с начала месяца, сравниваем с январем, февралем и мартом, давайте посмотрим, так, 125, покрупнее сделаем, давайте посмотрим, значит, в январе у нас было 82%, соответственно, февраль 55%, в марте 39%, как будто по нисходящей, да, но на рынке, я еще раз говорю, меняется у нас волатильность, ликвидность и направление, это все выливается в характер рынка, и то на рынке густо, то пусто, и у нас неравномерное распределение, возможностей в течение месяца, и неравномерное распределение процентов в течение года, поэтому это является нормой, и спорить с рынком это бесполезно, тем более март вообще экстраординарный месяц, поэтому даже это не показатель смотреть на то, что это плохо, я смотрю на какой показатель, я смотрю на показатель количества стопов, вот в январе было 4 стопа 20 профитных сделок, в феврале 4 стопа 14 профитов, а в марте 2 стопа и 9 профитных, но это 82 процента, видите, 83 в марте прибыльных, 78 в феврале и 82 в марте, то есть рынок, да, был плохой, для этой системы неблагоприятный, но система никакого сбоя не дала. В очередной раз это доказывает для меня, а это уже годы, что на любом ликвидном рынке при таком подходе, это связь таймфреймов как минимум, ну 2 таймфрейма, это рабочая связка, а так мы 3 используем, это работа с волной, уровень строящихся по волне, по барам, это манипуляционные сигналы, и там 5 сценариев взаимодействия цены с уровнем мы проходим. Ну и соответственно, еще ряд дополнительных под тем, которые помогают с этим совсем разобраться, да, и вот уже несколько алгоритмов, которые мы используем. Плотность торговли давайте посмотрим. Значит плотность торговли у нас, что это такое? Это количество дней, когда было по одной сделке в день. Ну соответственно, в марте месяце в основном так и было, всего лишь 2 дня было, когда по 2 сделки было. И вот в эти 2 дня по 2 сделки, вторые сделки как бы принесли 1140 пунктов из 3 тысяч. Достаточно много. Зачем я это делаю, считаю, видите, 3 сделки в день, только в январе, и только один раз такое было. За 3 месяца. Вывод какой? Если мы будем дальше вести такую таблицу с вами, заниматься, год будем там, к концу года, мы увидим, что никакого смысла нет по 3 сделки там в день ждать на одном инструменте. Просто теоретически, практически это не бывает. Поэтому наша система гласит 1 стоп в день, или 2 прибыльные сделки, и торговлю глушим, и отдыхаем. Нечего там бегать и что-то искать, там просто ничего нету, да. Трейдинг успешный, это статистика и математика. А не блестящее предположение о том, куда пойдет рынок, как вы увидели. Надо иметь четкий, жесткий алгоритм перестановки уровня, расстановки уровня, да, и постановки этих уровней. Для того, чтобы в моменте торговать уже четко, внятно, без всяких эмоций там, никуда не бежать, ни зачем. Просто делаешь свое дело. То у тебя больше, то у тебя меньше результат, но вообще считается в мире трейдинга, не знаю, какую там, я навяливаю, как говорит свое мнение, но вот считается, что в системе бывают неблагоприятные участки рынка, и система может показывать минуса. Да, возможно, но эта система, как вы видите, не показывает минуса. И поэтому, ну, я очень доволен ей, и даже, как-то, можно сказать, горжусь такой компиляцией. Анализ наполняемости торговой системы. Торговая система и трендовые, и контртрендовые сделки используют, как вы видите, во всех месяцах и трендовые, и контртрендовые сделки есть. Вот видите, контртрендовых всегда меньше, вот 8, 4, 5 месяцев. В марте 5 было, да, пополам. 5 было контртрендовых, 6 трендовых. Говорят, вот, против тренда нельзя торговать, контртренд нельзя, нельзя, вот, ну, а когда тогда торговать, если нельзя? Все можно, нужно торговать, только надо знать, как это делать. Я сегодня, пусть быстро, скомканно может быть, но вам рассказывал, что обязательно, во-первых, Надо разобраться, что считать трендом, квоттер-трендом. Давляющее большинство трейдеров торгуют, вообще не понимают и не знают этой темы. Я помогу с этим разобраться и четко предложу вариацию, как это делать. И второе, надо знать, когда можно торговать. Только после манипуляционного сигнала на старшем таймфрейме. Все. И с этим бесполезно спорить, можете хоть утестироваться, результат будет плачевный, если будем это нарушать. И наоборот, будем придерживаться, будем прибыль собирать. Конструкции на младшем таймфрейме бывают агрессивные, консервативные. Видите, вот допустим, в марте агрессивная была всего одна. Кто-то скажет, давай не будем ее торговать. Я говорю, ну в январе было 6 и половина январского результата были агрессивные. Они все прибыльные были. Как не торговать? Тогда мы будем жирный кусок отдавать. Нет, надо торговать. Видите? То есть мы анализируем более подробно эту наполняемость. Когда у нас статистика будет большая накапливаться, мы, соответственно, будем... Так я находил то, что нужно оставить, а то, что нужно выбросить. А сейчас просто показываю вам, а сам убеждаюсь, что все в системе сбалансировано, и нечего туда добавлять и убавлять. Она работает. Надо только скорректировать свой характер, как говорится, темперамент. И если будем пытаться каждый раз систему крутить под свой характер, ничего доброго не получится, потому что система – это всего лишь находка тех фильтров, которые на рынке приносят прибыль. Рынок ежедневно рождает массу блестящих возможностей, кучей, большей частью отдать свои деньги. Если бы это было не так, то откуда бы взялась-то армия трейдеров, которые там по разным данным аналитиков в 90-95% сливают людей деньги. Что это все? Это не мы, это не мы. А кто это тогда? Это как раз вот эти трейдеры, все мы, кто экспериментируем день и ночь. Мы торгуем, не отрываясь от этих. И под себя. Что мне вот это не подходит, а мне вот это подходит. Слушайте, надо торговать то, что приносит результат, а не то, что мне торгуют. Что-то я разошелся сегодня. Ну ладно, так-то я добрый. Идем дальше. Анализ стопов. Значит, стопы очень важно нам анализировать. У нас есть понятие системные стопы используем, минимальные необходимые. По системе два критерия у стопа. Это обоснованный и проходящий по риску. И вот в марте месяце у нас системный стоп максимальный был 380 пунктов в сделке. Это, наверное, процент 3 был риск. А минимальный был стоп. А по факту в этих сделках, когда проверялось, то максимум, что требовалось, это 300, а минимум, это 25 сделок. Постоянно эти проверяем значения. И надо сказать, что в марте месяце был один стоп, первый стоп. Я там сказал, что мне 25 пунктов или 20 не хватило. То есть рынок все равно пошел в мою сторону. Ну вот, как говорится, чтобы быть скромным, рынок учит и говорит, чтобы ты был скромным, первая сделка в месяце тебе стопик. Чтобы ты, как говорится, не думал, что ты все там знаешь. Вот смирись. И как говорится, да, говоришь, спасибо рынок, уважаемый, за первый стоп в месяц. Тише едешь, дальше больше. То есть мы со стопами тоже очень активно их анализируем. И последнее, что мы анализируем, это на предмет, почему я беру 1 к 2. Потому что в марте это было 2 стопа 9 целей. А если бы я брал 1 к 3? Я проверяю каждую сделочку, да, в табличке, в журнале. И, соответственно, сверяю. И если бы я брал 1 к 3, то было бы также 2 стопа, было бы 8 целей, 1 без убыток. Но прибыли было бы на 1175 пунктов больше. А 1175, это, значит, процентов 45 было бы, а не 39. То есть вроде бы лучше было бы намного. Но в предыдущих месяцах более длинная цель 1 к 3 никакого бы существенного результата в приросте не давала. А зато часть сделок бы из прибыли перешло бы в без убыток. То есть ноль бы дало, да. Это бы заставило бы нервничать меня, трейдера, любого другого. И, соответственно, торговую уверенность, от чего рождается. Рождается то, что человек получается, он закрывает сделки в профиль. Ничто так не окрыляет любого трейдера, как прибыльная сделка. Пусть там все новости пишут против. Пусть там все разорятся. Но если трейдер каждый день делает по маленькому плюсу, он будет самым счастливым человеком на рынке. Вот. Это вообще непреложная истина. Поэтому я и говорю, что я вот здесь анализирую, и нельзя делать долгосрочных выводов из краткосрочной торговли. Из одного, двух, месяцев, трех. Давайте здесь наберем 10-12 месяцев. Посмотрим потом вот в этом срезе, хотя бы годовом, что явилось бы самым оптимальным. Один к двум, один к трём. Или фиксировано тысяча пунктов. И я в свое время пришел, что один к двум. Как ни странно. Да, я где-то жертвую сверхприбылью, зато ради той стабильности, если можно вообще сказать под словом стабильность. Что такое стабильность? Я чаще беру прибыльные сделки. Вот такая таблица, как минимум сравнительно аналитическая. Трейдер растет не тогда, когда клепает сделки, день и ночь следит за рынком, а тогда, когда он анализирует свою торговлю, когда он ретроспективно ее пересматривает, когда он открывает любой участок рынка. И вот так, как я, может расставить уровень, пояснить, где бы он переключился на младший таймфрейм, где бы было нужно на старший, где бы нужно было ему посмотреть какие-то еще параметры. Поэтому мы на канале этим занимаемся. И сегодня позанимались с вами вот так вот немножечко необычно. Так, давайте я сейчас остановлю, и мы посмотрим вопросы. Еще я расскажу немножко пару слов о том семинаре, о курсе о том, который мы запланировали, который пройдет, к которому мы готовимся уже достаточно давно. И остались ли вообще вопросы, да? Или Иван на все уже ответил и нету, да? Вот. Игорь, да, Игорь, где, Игорь пишет, да? Торгуем 24 часа в сутках. Нет, торгуем не 24 часа в сутках, по факту, конечно же. Ну, если кто может торговать, то я вас поздравляю. Но рынок разбираем 24 часа в сутках. Рынок у нас 24 на 7. Я раньше работал на срочном рынке Московской фондовой биржи, она ночью не работает. Соответственно, на проторговке, на тестировании на таком, мы всегда разбираем круглосуточный рынок. Во-первых, у всех разные часовые пояса. Во-вторых, нужно найти систему, которая бы всегда работала, да? И тогда есть надежда на то, что можно на это жить и зарабатывать. Все. Лично я ставлю иногда будильник. Да, вот я знаю, Иван за будильник. Я против будильника. Я не вывожу. Мне спать нужно хорошо. Нужна ли лента, заявок, стакан? Нет, не нужна. Следующий вопрос. Это мы не используем, да. Так, Иван мне помогает, отмечает. Получается, все, вопросов. Все остальные отвечены на вопросы. Да? Да. Что я хочу? Как насчет золотого кармана по FIBA работает? Как насчет золотого кармана? Кармана, что, сечения, наверное, золотого, да. Инструмент FIBA, я активно его Игорю отвечаю, использую. Видите, я натягиваю инструмент. Инструмент коррекция по Fibonacci, только значение использую. Одно 0,5 коррекция. Да, тоже на курсе подробненько рассказываю. Вы видели, как использую, где? В контртрендовых сделках и в трендовых. Но для разных целей и по-разному немножко это использую. Вот. Значит, итог. Март месяц у нас был необычный месяц. Необычный по разным причинам, да. Во-первых, было мало сделок. Подведем еще раз итог скажем. Но соотношение прибыльных и убыточных сделок было хорошим. Соответственно, вывод какой? Вывод. Нужно просто, рынок будет меняться, нужно ждать. И неблагоприятные участки рынка для любой системы существуют. Ну а дальше каждый подбирает под себя. Отвечая на возможные вопросы, они нередко бывают. И, наверное, их стоит сказать, что подобный подход будет работать на всех графиках, где ликвидный рынок, где торговля ведется через стакан, организованную очередь заявок, и торгуют люди. Главное, чтобы инструмент был ликвидным. С разной степенью эффективности, с точки зрения подэффективности, я понимаю количество сделок и соотношение прибыльных и убыточных. Везде будет данный подход работать, потому что он строится на анализе волны и на анализе бара в соотношении с объемами. Это некий универсальный подход. На чем я его проверял? Вначале торговалось все это на фьючерс на РТС, фьючерс на доллар, на нефть, на российской бирже, на биткоин, на эфир проверяем. На любой берем инструменты, и ребята вокруг меня, коллеги мои на разных инструментах это все работают. И везде это с разной долей эффективности работает. Я выбрал фьючерс на биткоин, потому что это базовый, я считаю, здесь актив ликвидный. И главное правило спекулянта заключается в том, что не диверсифицируй. То есть здесь надо понимать, иногда спорта возникает. Я не против диверсификации. Я тоже диверсифицирую свой капитал, но тот кусок, который я выделил для спекуляций, то выделяя его на фьючерсной торговле, то там я беру один инструмент. И, как говорится, там я уже не занимаюсь диверсификацией, а там я узко специализируюсь, защищаю свою позицию стопом. И, соответственно, по вероятности беру короткие вот такие цели, как я пояснил. Вот. И данный подход я не придумал. Он очень хорошо описан в книге «Аксиома биржевого спекулянта». Это направление. Так давно уже, в общем-то, живут спекулянты и большая группа. Вот. Данное... Это упражнение по расстановке уровня, но более подробно мы делаем в рамках курса, который в мае будет, как я уже сказал. Добро пожаловать, кому интересно. Два слова скажу. Курс построен интересным образом. Про то, что будет... Мы набираем какое-то количество людей. И, соответственно, сделали два варианта участия. Один вариант участия мы сделаем маленькую мастер-группу из тех практиков, которые готовы глубоко погружаться, выполнять домашние все задания, присылать их и немножко публично их разбирать, чтобы я их разбирал в прямом эфире эти домашние задания. И на это требуется время, на это требуются силы, определенный характер нужен, да. То есть надо выделить этап своей жизни, чтобы быть способным дополнительно такое вот время как бы вкладывать. Ну и желать вообще работать как бы вот в эфире, в прямом, со мной непосредственно. Это маленькая мастер-группа. Насколько я знаю, сегодня она уже там или набрана, или практически уже набрана, да. Вот. А остальная группа, основная группа, назовем этот, практики те же, только они названы у нас тарифом слушатель. Но эти слушатели точно так же, такими же являются практиками, точно так же будут предлагаться все упражнения, только люди будут выполнять эти упражнения и проверять их уже самостоятельно на базе того, как я показываю, как я разбираю чужие домашние задания. Но оно будет общее домашнее задание для всех. Таким образом, это очень похоже, вот когда человек покупает вот рейный билет, он сидит дома и его сам проверяет, да, так скажем. Там показывают цифры, а он сам его проверяет. Вот. И у нас в рамках этого курса будет, да, поэтому вот этот тариф слушатель, он предназначен для того, чтобы люди не просто со стороны посмотрели и как бы и все. А чтобы они тоже получили результат, чтобы они тоже участвовали, делали задания и понимали в процессе, насколько они прогрессируют. Если у них будет оставаться вопрос, а будут не получаться, то мы каждую неделю сделали дополнительный вебинар как раз для снятия этих вопросов под слушателей, да. Ну вот, от этих практиков, от основной группы практик, скажем так. Поэтому не переживайте и присоединяйтесь, если есть желание поучаствовать в нашем таком большом дружном курсе. Да, что бы я еще хотел сегодня подвести итог тому, что чертили на графике и рассказывали несколько таких вот трейдерских убеждений, что ли, да, или наблюдений. Значит, первое из них, которое лежит в основе в том числе и обучения и того, что я пропагандирую. Значит, первое звучит следующим образом, чтобы научиться понимать то, что происходит как бы с графиком вот в моменте, а график у нас создается как бы слева направо вытекает, да. Все, что у нас появляется на графике, свеча за свечой или у меня бар за баром, что мы барами торгуем, оно все вытекает как бы с левой стороны, да, рынок рождается. И вот для того, чтобы понимать, что в следующий момент или вероятность какая, что произойдет в следующий момент, иногда это называют предугадывать рынок, да. Я называю это читать рынок. Необходимо научиться читать рынок слева, научиться читать историю, ближайшую историю, что же там было. И вот сегодня, когда мы расставляли уровни, вы видели, я показывал, что в каких-то моментах рынок приходил четко в этот уровень и от него отрабатывался, да. Вот это и есть, вот это правило, что вначале надо на истории научиться левую сторону читать. В разных интерпретациях вы можете это найти у разных авторов. Я это все всегда слышал, было непонятно, как это сделать. Вот, значит, в итоге метод найден, да, он непонятно, почему его открыто не пропагандируют, хотя некоторые авторы пропагандируют, но чуть-чуть другими словами. Нужно заниматься тренировками на проторговке, чем мы занимаемся на курсе, и для этого создан канал. В канале каждый день я выкладываю пост, разбираю вчерашний день. Вот завтра утром проснемся, я разберу текущий день. Сегодня была, в этот день была хорошая сделка, завтра вы увидите пост с этой сделкой, и там будет 4 скриншота. Дневной график, часовой, пятиминутный и журнал с пояснениями, где вошли, где вышли, и весь расчертили, ну, как бы, все таймфреймы. Но, чтобы понимать эти чертежи, читать их, конечно же, нужно, ну, как бы, понимать эту идею и пройти обучение и знать. Дальше, что я бы хотел сказать и подчеркнуть. На рынке везет, можно сказать, тому, кто стремится к порядку, потому что успех в трейдинге, это всегда состоит из мелочей. Очень тонкая грань, можно так сказать, между прибылями и убытками. Ее легко очень перешагнуть, как в одну сторону, так и в другую. Вот это странный процесс. То есть человек иногда может делать очень много правильных вещей, но всего лишь какую-то одну вещь он делает не так, потому что вот ему так хочется, да. Ну, допустим, стопы не ставить, да. Ну, я шучу, конечно, но что тут шутить? Многие так поступают и могут по 2-3 года прибыльно торговать и выращивать хорошие счета, а потом на 4-й год один раз попасть в пролив, да, в нестандартную ситуацию. И отлить большую часть денег и своих, и чужих. И это очень печально, да, поэтому на курсе мы обращаем внимание на все мелочи, на цветовую гамму, на как чертятся уровни, куда они продвигаются, где они прекращаются. То есть некая педантичность здесь в начертаниях графика, потому что наш основной инструментарий – это работа с графиками. И когда людям иногда тяжело, я им говорю, ну, где-то тяжело, потому что люди и не занимались рынком в ранние годы, я говорю, тяжело в учении, легко в бою. Поэтому давайте будем учиться, давайте будем проговаривать, знать эти мелочи, и тогда у нас будет правильно складываться практика. Следующее, третье, что у меня всего 4, да, немного. Трейдинг – это интересное, вот что такое трейдинг, вот к чему стремиться, да, душой? Я считаю, что трейдинг – это интересное, комфортное и прибыльное занятие, вот так. То есть в рынке надо найти интерес в графиках, как вот чертить их. И вот те, кто находят этот интерес, я вижу, что они хорошо прогрессируют. Надо стремиться к комфортному состоянию на рынке, а не к азарту какому-то, или бегать за рынком, да, или страх, комфортно. То есть интересно, комфортно и, конечно же, прибыльно. Надо делать то, что приносит прибыль. То есть не плечи нам приносят прибыль, плечи – это всего лишь ускоритель процесса. То есть если я научился прибыльно торговать без плечей, я увеличиваю плечо и быстрее зарабатываю капитал. Вот и все. Что такое плечо, по большому счету. И последний вывод, это четвертый, что учиться надо, учиться нужно трейдингу в среде профессионалов и единомышленников, то есть в коллективе. А торговать нужно самостоятельно, опираясь на свое собственное личное мнение, а не на мнение блогеров, друзей или еще кого-то. И мы знаем, что в жизни, вообще просто в обычной жизни, окружение людей играет большую роль в становлении человека, в становлении личности. Поэтому наши родители так беспокоились за то, кто наши друзья или интересовались, так сказать, этим. Так же и в трейдинге очень важно имеет окружение, имеет вот эта среда, в которой мы находимся. То есть нам нужно попадать не в среду, где болталки, споры и накидывают разное мнение. В трейдинге, в спорах не рождается никакая истина. В спорах рождается только диссонанс, дисбаланс у человека, у трейдеров. И они начинают только лишь или завидовать друг другу, или хейтить, и от этого начинают плохо торговать. И, соответственно, в трейдинге нужна вот такая профессиональная среда, которая бы была из единомышленников, и она развивала бы какое-то одно мышление. Соответственно, я надеюсь, что мы своими вебинарами, и я искренне это хочу сказать, что это наша задумка с ТТМ Академии, что курс, который у нас выйдет в мае, это канал, который я каждый день веду, это вот такие вебинары в канале, которые сейчас раз в месяц, потом мы будем делать два раза в месяц. Они призваны создать эту безопасную среду одного мышления, поэтому один инструмент я демонстрирую, один подход, одни термины. И мы учимся, вот в этой среде люди попадают, они набираются вот этого мышления, понимать начинают рынок, а дальше я знаю даже те, кто у меня учились, ребята. Кто-то торгует несколько инструментов, или другой инструмент торгует, или немножко они меняют таймфреймы, но они изучили эту базу. Поэтому я надеюсь, что этой средой являемся мы для вас, и давайте все вместе будем делать шаг вперед, будем расти, развиваться, будем внимательно относиться к своим деньгам, и сделаем так, чтобы мы зарабатывали, а не отдавали свои деньги. Я был сегодня рад с вами провести этот вечер, поделиться этой информацией, и как мне нравится говорить, и я всегда это в конце говорю, увидимся на мероприятиях ТТМ Академии. Спасибо вам огромное, спасибо за насыпленные огоньки, я вас тоже добавляю вам огонь, и с теми, кто придут на курс, я буду искренне всем делиться, рассказывать, мы будем много работать. Возможно, кого-то буду немножко критиковать, там чуть-чуть, но всегда это делаю корректно, с вниманием, и верю, что каждый, кто приложит достаточно усилий, сможет для себя открыть это дело. Хорошего вам вечера, ребят. Хорошего вам вечера.